Православные верующие заканчивают подготовку к Светлой Пасхе. Сегодня Великая Пятница. Считается, что именно в этот день спаситель был распят и погребен. В Казанском женском монастыре сестры обители начали печь артас – квасной или дрожжевой хлеб. Его освящают в Пасху, а неделю спустя раздают верующим. Приготовление артаса – таинство, которое удается редко запечатлеть. Моим коллегам сегодня это все-таки удалось. Илья Барабанов с подробностями. Рецепт артаса прост – мука, вода, соль, дрожжи. Поэтому его и называют дрожжевым или квасным хлебом. Сложность таится в приготовлении. Чтобы артас получился идеальным по форме, нужно потратить немало сил и времени. Час уйдет на подготовку, два часа придется ждать, пока подойдет тесто. Еще два – хлеб будет находиться в печи. Ради одной только раскатки теста нужно постараться. Чтобы артас был плотнее, чтобы его потом было удобно резать. Если его не прокатать, то он будет рыхлый и неплотный. Будет быстро портиться. И сколько вот так раз примерно приходится прокатывать его? До 50. Благодаря раскатывающему аппарату тесто получается необходимой толщины. Дрожжевой хлеб двухслойный. Деревянная печатка с изображением иконы Воскресения Христова позволяет перенести рисунок на верхний слой артаса. Это тоже кропотливая и физически непростая работа. После того, как оба слоя теста соединят, его отправляют в специальную емкость, смазанную воском, а потом в печь. Если сделать, например, сильно больше низ, то голова будет некрасивая, она будет маленькая, она будет суженая. То есть вид будет уже некрасивый. И опять, если сделать, например, голову слишком большую, артас осядет, то будет одна голова. Тоже не дело. Из 10 килограммов теста получается 6-7 артасов. После приготовления квасной хлеб еще несколько часов пробудет в плотной упаковке. Это нужно для того, чтобы он дозрел. Перед Пасхой артас выносят к царским вратам. Во время праздничного богослужения его освящают, а через неделю, в субботу, раздают верующим в каждом храме. Частица артаса хранится православными дома, как духовное лекарство от болезни и немощи, а употребляется всегда со словами «Христос воскресе». Домой это тоже стало традицией. Верующие в Пасху стараются принести и благодатный огонь. Благодатный огонь в этом году будет также традиционно раздаваться в рамках пасхальной вечерни. Это будет воскресный день, то есть сам день праздника Пасхи. В 16.00 в Успенском кафедральном соборе служба начнется. И примерно к 17.00 будет, собственно, момент раздачи благодатного огня. Там же, в Успенском кафедральном соборе, в ночь с субботы на воскресенье пройдет богослужение, посвященное Светлой Христовой Пасхе. Праздничную православную церемонию возглавит митрополит Ярославский и ростовский Пантелеимон. Илья Барабанов, Максим Сушанов.